Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 19 апреля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Во всем мире пшеница дорожает, а в России падает в цене. Правительство может обнулить импортные пошлины и НДС на некоторые товары. Производителям минеральных удобрений разрешили вывести еще немного продукции за рубеж. Эти и другие новости в нашем выпуске, которые мы по вашим просьбам переносим на начало рабочей недели. На мировом рынке продолжается взлет цен на пшеницу, а вот в России главная сельхозкультура напротив дешевеет. Вы можете увидеть на графике, как менялись цены в течение апреля. Российский зерновой союз уточняет, что за прошлую неделю пшеница во Франции подорожала на 8% на фоне нового прогноза Минсельхоза США, где было сказано, что экспорт из Евросоюза в текущем году уменьшится на 3,5 млн тонн до 34 млн тонн. В США драйвером роста цен стала засуха и ожидание аналитиков, что воловой сбор снизится. Американская СРВ увеличилась в цене на 6,3%. Что касается российской пшеницы, то здесь все печально. По данным Российского зернового союза, за неделю на ФОП Новороссийск цены упали на 6,5% до 370-375 долларов за тонну. Причина – высоком уровне остатков пшеницы в России. Фактически на глубокой воде российская пшеница сегодня стоит на 70 долларов дешевле, чем европейская. Союз экспортеров зерна также подтверждает тенденцию на падение закупочных цен. На глубокой воде тонна на условиях СПТ стоит 17 570 рублей за тонну, на мелководье 15 860 рублей за тонну без НДС. Расчет сделан по Азово-Черноморскому бассейну. Цены находятся примерно в одном диапазоне с начала апреля, в марте они были немного выше. Пошлина на экспорт пшеницы с 20 апреля повысилась до 110,7 доллара за тонну. На прошлой неделе ставка пошлины была на 9 долларов ниже. Ничего хорошего, к сожалению, не сулит российским аграриям и рынок подсолнечника. Если вы следите за новостями, то наверняка видели непривычные заголовки. В Германии дефицит подсолнечного масла, продают по одной бутылке в руки, в Европе опустили полки с чипсами и т.д. Коллапс с подсолнечным маслом усугубился забастовками дальнобойщиков в Аргентине, которые закончились в этот понедельник, но успели подогреть цены. Цена фьючерса на подсолнечное масло с поставкой в июне на условиях ФОП в портах Черного моря выросла до 1940 долларов за тонну. Но российские аграрии на мировой рынок могут даже не смотреть, потому что вместе с ценой на масло растет и пошлина. В апреле она составляла 313 долларов за тонну, а в мае поднимется до 372 долларов за тонну. Ситуация на внутреннем рынке усугубляется большими запасами подсолнечника. К началу апреля на сельхозпредприятиях, по данным Росстата, хранилось около 1 млн 200 тыс. тонн подсолнечника. И это без учета запасов, которые есть у фермеров. Еще в феврале Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозировал, что на новый сезон перейдет как минимум полмиллиона тонн подсолнечника. Исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев предполагает, что переходящие остатки будут на уровне полтора миллиона тонн. Кроме того, Мальцев спрогнозировал, что закупочная цена на семена подсолнечника должна опуститься ниже 40 тысяч рублей за тонну и остаться на этом уровне до начала нового сезона. Ценовая политика МЭЗов может снизить интерес к подсолнечнику, но вместе с тем на культуру оказывает влияние и другой фактор – семена. Зависимость от импорта по семенам очень велика, и Минсельхоз России намерен с этим покончить. На этой неделе ведомство сообщило, что будет компенсировать до 50% капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров в стране. До сих пор размер компенсации составлял 20%. Ну а теперь самое интересное – мера начнет действовать только с 2023 года. То есть пока центры построят, пока российские селекционеры развернут в полной мере свою научную деятельность, пройдет достаточно много времени. Нам бы хотелось, чтобы государство не ждало следующего года, а уже сейчас помогло селекционным компаниям и коллективам, которые работают в России. Им необходима техника, лабораторное оборудование. Требуется освободить семеноводов от излишней сертификации. Но пока такие инициативы в Минсельхозе, к сожалению, не звучат. Продолжая тему семеноводства, заметим, что на прошлой неделе прозвучала инициатива обнулить ставку НДС на семена сельхозкультур отечественной селекции. Инициатива принадлежит министру Дмитрию Патрушеву. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края просит правительства также обнулить НДС на саженцы и плоды. Еще одна идея правительства – это нулевая ставка ввозной пошлины на сельхозтехнику и на запчасти к ней. Идею озвучивали Дмитрий Патрушев и омбудсмен предпринимателей Борис Титов. Ассоциация Росспецмаш просит обнулять только те импортные агрегаты, аналогов которым не производится в России. Ну и еще одна интересная инициатива – освободить больше грузы от платы в системе Платон. Идея была предложена партией «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым и сенатором Ольгой Епифановой. Предполагается, что меру начнут активно обсуждать уже этим летом. Напомним, что сейчас тариф Платона составляет 2 рубля 54 копейки за 1 километр пути. На прошлой неделе правительство России во второй раз увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, азотным удобрением добавили 231 тысячу тонн, а сложным удобрением, содержащим 2 или 3 элемента, 466 тысяч тонн к уже существующим квоте. Напомню, что изначально квота составляла 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для сложных удобрений. Позже квота на вывоз карбамида была увеличена еще на 280 тысяч тонн с учетом новых мощностей, который ввел Акрон. Россельхознадзор призвал предприятия активизировать работу по регистрации во ФГИС Сатурн. Это система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Она должна заработать с 1 июля 2022 года, но зарегистрироваться желательно уже сейчас. На прошлой неделе Россельхознадзор сообщил, что информация о применении пестицидов будет публиковаться в открытых источниках и станет доступной для граждан, бизнеса, экологов, аграриев и экспертов. Иными словами, в интернете в свободном доступе окажутся данные о том, какое хозяйство, на каких участках с кадастровым номером, какие пестициды и в какой день будет применять. Также от хозяйств потребуют указывать дозировку и способ применения. После 1 июля хозяйствующие субъекты, не прошедшие регистрацию в системе, не смогут осуществлять деятельность по обороту пестицидов и агрохимикатов, напоминает ведомство. Впрочем, есть вероятность, что ФГИС Сатурн заработает все-таки не с 1 июля, а с 1 сентября текущего года. Если это действительно произойдет, поблагодарить надо будет агрария в Костромской области, которые обратились к своему губернатору и просили отложить запуск системы, чтобы в летний период не тратить время работников на эту бюрократию. В администрации Костромской области заявляют, что Минсельхоз принял инициативу к рассмотрению и собирается отложить запуск системы до осени. Закончим этот выпуск целым набором хороших новостей. Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. А денег на льготные кредиты аграриям государства выделила с таким расчетом, что ставка останется на уровне 20%. Минсельхозе подсчитали, что за счет понижения ключевой ставки российский АПК сможет получить займов не на 300, а на 360 миллиардов рублей на льготных условиях. Правда, на дополнительные 60 миллиардов уже нашли желающих. Это вторая хорошая новость. Минсельхоз намерен распространить льготные краткосрочные кредиты на закупку упаковочных и фасовочных материалов для молока, хлеба, мяса, полуфабрикатов и колбас. Льготные кредиты, считают, в ведомстве помогут решить проблему нехватки оборотных средств у производителей пищевых продуктов, поскольку упаковка составляет немалую долю в себестоимости продуктов. И она очень сильно зависит от импорта из Евросоюза и Китая и также подорожала с конца февраля. Ну а третья хорошая новость заключается в том, что когда-нибудь необходимую упаковку для продуктов Россия начнет полностью производить самостоятельно. Причем эта упаковка будет оснащена специальными датчиками контроля кислотности продуктов. Такие индикаторы разработали в рабочей группе национальной технологической инициативы FoodNet. В упаковку будут внедряться многослойные чувствительные пленки, которые, если молоко вдруг скиснет, поменяют цвет и сообщат об этом потребителю. Массовое распространение такой упаковки запланировано на 2024 год. Надеемся, что оно действительно произойдет, если у молзаводов и других производителей пищевой продукции, конечно, будут оборотные средства на такую упаковку. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, если вам нравится наша работа, пишите в комментариях, как проходят весенние полевые работы у вас в хозяйстве, радует ли вас погода, радует ли вас то, что вы видите на полях. И в очередной раз призываем вас присоединяться к нашей телеграм-группе, где новости выходят регулярно, быстрее, и оказывать нам поддержку, если у вас есть такая возможность. Мы радуемся каждому вашему донату, это значит, что мы работаем не зря. Всего доброго, до следующей недели! Субтитры подогнал «Симон»!